Каждое поселение района старается предложить собственную оригинальную программу своих этапов марафона «Салют Победе». В Назарьево церемонию разделили на несколько самостоятельных частей, любая из которых могла бы стать отдельным полноценным торжеством. Безусловно, мы поддерживаем эту инициативу, сегодняшнюю церемонию. Это символ величия нашей страны, нашего народа, нашей нации, о котором мы всегда должны помнить и свято чтить. Все началось с торжественного собрания в местном Доме культуры. Символы эстафеты «Салют Победе» подготовили к торжественной передаче, поместив на почетное место сцены. Для ветеранов была подготовлена трогательная культурная программа. Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за ваш бессмертный подвиг, за пожертвование и отвагу, за мужество и героизм. Я от всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Непосредственных участников боевых действий в Назарьево осталось всего четверо, и о каждом из них подготовили небольшие фоторолики с рассказом о ратном пути и послевоенной жизни. Никто из фронтовиков из-за преклонного возраста на само мероприятие прийти уже не смог. Не хватило сил. Дорогие ветераны, труженики тыла, позвольте от лица всех газовиков Подмосковья поздравить вас с сегодняшним праздником, который пришел в ваше сельское поселение в Назарьевске. Сегодня сюда пришла эстафета памяти. Переданы прекрасные настоящие артефакты, символы победы, великой победы, которую вы, наши ветераны, подарили нашему народу, подарили тому поколению, которое сегодня живет и здравствует на русской земле. И вот символы Великой Отечественной войны, ставшие и символами районной эстафеты «Салют Победе», переходят в руки главы городского поселения Большие Веземы Сергея Хацыева. Сегодня на этом концерте, посвященном предстоящему огромному и великому празднику, я хотел бы передать низкий поклон и слова благодарности всем ветеранам, участникам войны и труженикам тыла сельского поселения Назарьевска от всего городского поселения Большие Веземы. Затем участники мероприятия собрались за чашкой чаю. Ветераны еще раз вспомнили военные годы и рассказали молодым землякам о том, каким героическим и одновременно страшным было это время. Церемонию передачи эстафеты «Салют Победе» завершило возложение цветов к мемориалу памяти местным жителям, не вернувшимся домой с полей сражений. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.